Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии в нашей жизни. В студии автора и ведущей журналист Белла Заседская в Крещении Мария. Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в одной из наших программ на тему взаимоотношений родителей и детей. Беседовать об этом мы будем с Екатериной Алешиной, ведущей и соавтором программы «Школа любящих родителей», специалистом по социальной работе архангельского психоневрологического диспансера. Напомню, что с Екатериной мы неоднократно встречались в нашей студии. Эти беседы вы можете посмотреть на портале «Правда Севера». В наших программах шла речь о профилактике зависимости от алкоголя и наркотиков детей группы риска. Практически эта работа осуществляется в «Школе любящих родителей», на занятиях, которые проходят еженедельно по понедельникам в 17.30 в приходском доме Александра Невского храма по дворе Артемия Вербургского монастыря. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Екатерина, очень рада вас приветствовать в нашей студии. И тема нашей сегодняшней программы очень интересна, на мой взгляд. Она звучит так. «Маски, которые носят дети в дисфункциональной семье». Что такое дисфункциональная семья, прежде всего? В самом словосочетании «дисфункциональная семья» мы уже слышим некую надломленность. То есть что-то идёт не так в семье, какая-то функция нарушена. Возможно, пьёт папа, и мама вынуждена от усталости срываться на детях, не может себя контролировать. Но не только дисфункциональная семья. Это семья там, где есть проблемы алкоголизма и наркомании. Это может быть семья там, где произошёл развод между двумя любящими людьми, мамой и папой. Это смерть одного из супругов, где ребёнку не помогли прожить горе. Это конфликтные взаимоотношения в семье, где очень частые скандалы. Это слёзы, ругань, унижение, оскорбление. Или, может быть, даже тяжёлая болезнь у члена семьи. И вся семья ощущает стресс, напряжение. Но всё воспитание сводится к тому, чтобы детей накормить и одеть. Итак, ребёнок, пытаясь защититься от негативного воздействия, надевает на себя некую психологическую маску. О каких типах масок мы можем сегодня поговорить? Ну, вообще, маска — это то, что человек одевает на себя внешне, стараясь скрыть от того, что происходит у него внутри. Ребёнку нужна безопасность, нужна предсказуемая ситуация в семье. Тогда он будет чувствовать себя комфортно, легко и свободно. Но в семье, там, где есть проблемы алкоголизма и наркомании, никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Сегодня ребёнок пришёл домой со школы, а там все улыбаются, папа трезвый, мама довольная шутит, никто не ругает за тройки, вкусный обед. На завтра он пришёл домой, а здесь бригада скорой помощи, папу выводят из запоя, мама вся зарёванная в слезах, и обед совсем не готов. И ему говорят, да ты иди тихонечко, посиди в своей комнате, или погуляй, пока мы здесь разберёмся. И ребёнок не понимает вообще, что происходит. Он чувствует напряжение, он может подумать, это я плохой, это из-за меня так всё происходит, может быть, я ненужный, он может испытывать чувство одиночества. Конечно, он хотел бы быть весёлым и непосредственным, и открытым, и уверенным, что его поймут самые близкие люди, что всё будет предсказуемо в его жизни. Но так в дисфункциональных семьях не бывает, потому что очень жёсткие правила «не чувствуй, не говори, не доверяй». Екатерина, какие самые распространённые типы психологических масок существуют? В своей работе мы опираемся на опыт замечательных профессионалов, те, кто оказывает помощь семьям, столкнувшимся с проблемами алкоголизма и наркомании в семьях, с проблемами насилия. И в брошюре Екатериной Савиной «Роли в семье» очень просто, на мой взгляд, описаны эти роли. Это ребёнок-герой, очень ответственный такой ребёнок, ребёнок-шут, артист, ребёнок-бунтарь и потерянный ребёнок. Дети могут носить их попеременно. Да, интересно. Вот мне кажется, ничего плохого нет в том образе, например, когда речь идёт о ребёнке-герое семье, который стремится быть ответственным и выказывать эту свою черту. Всегда удивляют семьи, в которых есть какие-то проблемы между родителями, алкогольные, во взаимоотношениях. Но тем не менее, с удивлением замечаешь, что у них действительно растут хорошие дети, которые учатся, вежливо себя ведут. И в чём здесь причина? Ну, действительно, вот ребёнок-герой, такой образ у него, он всегда серьёзный, аккуратный, ответственный, успешно учится в школе, выполняет все поручения. Учителя очень любят таких детей, родители тоже ими гордятся. Он никогда не забудет забрать сестрёнку из садика, убрать чисто квартиру, приготовить обед. Он даже за папой-алкоголиком проследит, чтобы его дружки не позвонили. Он даже проконтролирует телефонные звонки. Это очень удобные дети. Об этом, наверное, мечтают многие родители, чтобы ребёнок такой вот был ответственный, на него можно было положиться. Но дело в том, что для 10-12-летней девочки, которая вместо того, чтобы играть со своими подружками, быть беззаботной, она вынуждена нянчиться с утра до вечера со старшим братом и выполнять домашнюю работу, это очень непосильная ноша для детской психики. И, конечно, такие ребята зачастую, они стремятся к этим достижениям, ведь нет ничего плохого в том, что ребёнок стремится к достижениям в спорте, в учёбе. Но эти ребята, они стремятся к достижениям не потому, что для них это важно, а они стремятся к достижениям для того, чтобы их похвалили, чтобы мама отвлеклась от папы-алкоголика и сказала, какой ты у меня замечательный, какие ты хорошие оценки получаешь, я тобой горжусь. И тогда, может быть, моя семья не будет такой плохой, несчастной. Я буду спасать свою семью, думает ребёнок неосознанно, своими достижениями, своими успехами в спорте. И тогда мама, может быть, будет меньше плакать. Мои маме будут говорить про меня только хорошее, какой я замечательный. И, может быть, я тогда сумею сгладить употребление папы. Екатерина, ну вот насколько я понимаю, вот эта психологическая уязвлённость, которая возникла в детстве, она может, в общем-то, перейти и во взрослую жизнь, и как-то проявиться негативно? Конечно, потому что ребёнок растёт напряжённым, он не учится думать о своих потребностях, он старается угодить другим, он может в лепёшку расшибиться, отдать друзьям последние деньги, работать по 12 часов, не требуя дополнительной оплаты, и, став взрослым, он чувствует себя никчёмным и ненужным. Даже пускай у него столько замечательных достижений, но внутри он всё равно ощущает некое одиночество. Людям с ним трудно дружить, потому что он привык к идеальным отношениям, он не умеет сказать «нет», когда его просят. И исследования показывают, что девочка из такой семьи, где привыкла к достижениям ради своей семьи, она может легко повторить семейный сценарий и найти себе мужья зависимого человека от алкоголя и наркотиков. Ведь что привычнее также продолжать теперь спасать уже свою семью. И жизнь в большом напряжении, в большом стрессе, они не могут быть спонтанными, они не могут быть весёлыми, такими вот раскрепощенными, то есть они всё время вынуждены контролировать себя или других людей. И, конечно, это может привести и к депрессивному состоянию, требующему помощь врача. И в какой-то степени есть риск того, что в своей уже семейной жизни с зависимым мужем она попробует всё-таки алкоголь и почувствует, как хорошо ей стало, как назад ушли её все проблемы, такая вот иллюзия у неё произойдёт. И она тоже может приобщиться к употреблению алкоголика или будет спасать своего мужа, пить вместе с ним, чтобы ему меньше досталось. Что же реально нужно нам сделать взрослым по отношению к таким детям, чтобы им помочь? Как правильно нам себя с ними вести вот с такими типами психологическими детей? К ребёнку-герою, конечно, также нужно относиться внимательно ко всем детям и попытаться родителям разобраться, для чего, почему именно важны для него вот эти достижения в спорте, в учёбе. И важно дать ребёнку понять, что его любят не за его пятёрки, не за его хорошее поведение, не за его золотые медали, а любят его прежде всего самого, какой он есть. И не нужно ругать детей отличников и говорить, ну что ж ты вот тройку и четвёрку принёс, да, ты же отличница, ты должна всегда учиться на пять. Не нужно давать поручения не по сильной возрасту, то есть 10-12 лет девочке, не нужно просить её нянчиться с младшим братом с утра до вечера постоянно, да, потому что ей тоже нужно играть и со своими подружками, или у нас такой случай был в консультировании, когда мама искренне радовалась, что 8 лет ребёнок мог принести 7 килограмм картошки из магазина, то есть она искренне этим гордилась. Вот поэтому нужно дать понять, что его любят именно за то, что он есть, а не за его достижения в спорте и в учёбе. Ну вот рассуждая об этих психологических типах, которые дети пытаются демонстрировать, мне кажется, что всё-таки в проблемных семьях чаще всего встречаются дети так называемые бунтари, вот непослушные, да, и это тоже маска, это тоже неестественное их поведение, вот чем оно вызвано? Детей бунтарей, их так и называют, трудновоспитуемые, наглые, жестокие, такие вот ярлыки даже, вот их не любят в школе, их не любят учителя, потому что с ними действительно трудно, они дерзят, они огрызаются, они могут хлопнуть дверью, выйти с уроков, кинуть портфель, плохо учатся, отлынивают от поручений, объединяются в группировке и рано начинают употребление психоактивных веществ. Если герой протестует против укладов семьи, такими своими хорошими отметками, пытаются сгладить, да, вот эту ситуацию семейную, то бунтарий, наоборот, он протестует, протестует против такого отношения к себе в семье, возможно, в школе, то есть привлекает к себе внимание, ведь я все равно плохой, так хоть на меня никто не хвалит, так может быть тогда вот так, на меня посмотрят и скажут, я почувствую, что я есть. Это социальные изгои, и зачастую дети действительно бывают очень жестокие бунтарии, они могут мучить домашних животных, могут наносить обиду, обижать, так скажем, младших ребят, да, по школе, то есть срываться на них, мстить. Чем же можно помочь такому ребенку, и может ли это сделать человек посторонний? Здесь тоже, точно так же, как и с героем, очень важно дать понять ребенку, что его любят. Очень удобно любить послушных детей, и трудно любить, когда ребенок не слушается родителей, когда он дерзит, и очень важно, чтобы он почувствовал, что бы он ни сделал, как бы он в школе не сказал, какую грубую фразу, что родители его все равно любят. Но это не значит, что ему можно делать все. То есть такими детьми нужно научиться родителям терпению, то есть разговаривать без унизительных слов, без повышенных тонов, но очень четко выработать правила в семье. Вообще правила в семье, они нужны, но особенно с бунтарями, и добиваться того, чтобы он эти правила выполнял, но только еще своим собственным примером. У нас бывает часто в практике так, что родители объединяются вместе с учителями, и вызывает учительница маму в школу, например, да, и начинает так же при подростке ругать его, мама встанет на сторону рядом с учителем, и начинает, да, да, вот он и в семье такой, вот он так же и в семье дерзит. Получается, что ребенок, он остается один против двоих взрослых, и его привычная реакция будет опять вот отвернуться, уйти, что-нибудь резкое сказать, то есть он не чувствует, что он нужный, и что действительно важный. Еще один стиль поведения, о котором вы упомянули, Екатерина, это тип поведения клоунский, да, вот когда ребенок ведет себя каким-то таким образом, что все время всех веселит, смешит, тоже что-то плохого-то, да, в общем, вот, что лежит в основе такого поведения? Да, защита от психотравмирующей ситуации может быть не только хорошие оценки или протесты, также может быть и юмор, и смех, и анекдоты, закрыть глаза на трудные ситуации, на все проблемы, свести все к шутке, допустим, вот, привести, если пример, то в семье, там, где папа употребляет алкоголь, и, ну, или старший брат, вот, конкретную семью, если возьмем, там, и папа употреблял алкоголь, и старший ребенок в семье начал употребление алкоголя, и когда все уже уставали ругаться между собой, когда мама уже была обессиленная, плакала, когда в семье воцарилось такое молчание напряжения, то младший ребенок, он очень, он не мог этого выносить, он не мог выносить вот такое вот напряжение, и он начинал смешить маму, улыбаться, строить рожицы, кривляться и дергать ее, какие-то смешные анекдоты рассказывать, и тогда мама не выдерживала, обращала на него внимание и говорила, «Ну, ты мой солнышко, только вот ради тебя стоит жить, какой же ты у меня чудесный, какой же ты у меня замечательный». И мама рассмеется, и вроде как и напряжение уже спадало. А в школе в каждом классе есть такой артист, есть такой артист, и учителя, кстати, тоже не очень любят детей, которые такие веселые, они могут и урок сорвать, и никогда не знаешь, что будет за его шуткой, какая-то будет шутка, и учителя испытывают тоже напряжение в таких ситуациях. Он может учиться на пятерке, если ему не нравится предмет, он может вообще не учиться. То есть такой спонтанный, веселый, душа компании. Дети любят в компаниях таких ребят и песни под гитару, и юмор, и анекдоты всегда очень весело и задорно. И только ребенок учится манипулировать другими людьми, когда он подрастает уже в подростковом возрасте, не своим трудом, допустим, получать оценки, а он может с помощью анекдотов и улыбочек выклянчивать те же оценки. То есть идет по такому легкому пути. И подростки тоже входят легко в социальные группировки, их любят за остроумие и шутки, никто не требует от них ответственности. И, конечно, здесь они тоже приобщаются и к курению, и употреблению алкоголя. Ну а в будущем могут учиться легким способом зарабатывать себе на жизнь с помощью мошенничества. Ну а как же здесь вот откорректировать эту ситуацию? Чем здесь можно помочь? Каким правильным отношениям? Если ребенку помочь, то, конечно, родителям тоже нужно в первую очередь начинать себя. То есть посмотреть, что происходит в семье. Почему мой ребенок все время говорит, мам, да не пайся, все будет хорошо, забей. То есть у них даже вот такие вот слова. Мама ему говорит, сынок, ты получил двойку, когда же ты ее исправишь, я за тебя переживаю. Мама, да не парься, у меня все под контролем. И вот так, не парься, не обращай внимания, все будет хорошо. То есть он уходит с помощью шуток. И родителям тоже нужно обратить внимание, а что происходит в семье. Почему он так защищается? И если ему помочь, он вырастет человеком с прекрасным чувством юмора. А взрослым нельзя перебивать его и говорить, не смейся, потому что это его привычное защитное поведение. Но и в то же время смеяться вместе с ним над тем, что не смешно, родителям не нужно поддерживать эту маску. И учить доводить начатое дело до конца. Так, еще вот тип поведения деструктивного детского, это поведение кроткого ребенка. Как ни странно. Круткий, потерянный ребенок, Катя, вы сказали. Вот о чем это? Такая маска очень трудная. И защититься от психотравмирующей ситуации в семье. Такие дети, у них нет сил на протест, у них нет эмоциональных сил на шутки. Они не могут учиться на одни пятерки, такую планку высокую для себя взять. И они вынуждены затеряться, они вынуждены как-то спрятаться, уйти. И даже если дома мама с папой будут ругаться или будут такие скандалы между старшим братом и родителями, лучше я уйду в свою комнату, закроюсь и буду тихонечко сидеть, играть в игрушки, читать книжки. Уже к подростковому возрасту ребята, многие уходят, скажем, в компьютерные игры, или чтение каких-то романов. Преобладают в этой категории, конечно, девочки. И уходят в мир грез, в мир мечты, что, может быть, когда-то прискачет белый принц на коне и меня спасет из моей семьи. Или когда я вырасту, я выучусь, я буду очень знаменитым, я буду очень талантливым. И тогда мои родители поймут, как они были неправы, не обращали на меня внимания. В школе такие ребята тоже себя ведут, как серые мышки. Они и на пятерке не учатся, и на двоек тоже нет. Они как бы затерятся в классе. Иногда учителя даже действительно не могут вспомнить, как фамилия или имя у такого ребенка. И как все дети из дисфункциональной семьи, конечно же, у него тоже заниженная самооценка. Он чувствует чувство вины, одиночества, потерянности, бессилия, нет уверенности, чувствует, что я плохой, ущербный. Конечно, он тоже мечтает найти родную душу, чтобы чувствовать себя более крепко. С кем поделиться можно было бы своими такими трудными переживаниями. Конечно, это и безысходность, и тоска, и депрессия. И тогда, чтобы избавиться от такого психологического напряжения, очень сильного и одиночества, такие ребята, они тоже прибегают к употреблению алкоголя и наркотиков как легкий способ снять напряжение. И возможен даже уход из жизни. Екатерина, ну и, конечно, вопрос. Чем помочь? Как правильно себя вести? Такому ребенку просто необходима помощь. С ним работать надо очень долго. Обязательно нужно, чтобы семья тоже меняла свои устои и училась такого ребенка слушать, не перебивая. Это дети, если им помочь, они вырастают очень творческими, свободными. Они действительно умеют дружить, потому что, настрадавшись от одиночества, они знают цену дружбы. А у них прекрасное воображение, потому что, когда они мечтали, они его развивали. И, конечно, им нужно позволить раскрыться. Нужно очень бережно к ним относиться, чтобы они больше говорили. Дорогие друзья, завершая нашу программу, мне бы хотелось повторить мысль, которая проходит через наставление богомудрых отцов нашей православной церкви. Вопрос о том, что же нам делать с детьми, с их так называемым поведением, лежит в плоскости, что же нам делать с самими собой, и прежде всего, со своим желанием или нежеланием изменить себя. Для того, чтобы стать для своего ребенка настоящим другом. Как утверждают и отцы церкви, и педагоги от Бога, и хорошие психологи, воспитывает ребенка атмосфера и тот дух, который царит в семье. Потому самая главная помощь ребенку, чтобы он вырос в психологически здоровом, заключается в работе нас, родителей, взрослых, над самим собой. И этому учат в Школе любящих родителей Екатерина. Я думаю, что очень многие телезрители, которые были сейчас с нами, захотят прийти к вам. И напомните, пожалуйста, когда вы занимаетесь, как встречаетесь. Двери Школы любящих родителей у нас открыты для всех. Это каждый понедельник, Ленинградский 264, храм Александра Невского в 17.30. И также каждый понедельник с 14.00 у нас открыта площадка для бесплатного анонимного консультирования по проблемам семейных взаимоотношений. Записаться можно по телефону. Екатерина, я вас благодарю за то, что вы пришли в нашу студию. И очень надеюсь, что наши встречи, очень полезные и нужные, продолжатся. Спасибо вам. Спасибо, Мария. Спасибо, дорогие телезрители. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова